всем привет меня зовут кристина авдонина и я выпускница третьего потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии и сегодня мы с алексеем юрьевичем обсудим тему что такое любовь и почему же любовь все-таки живет всего лишь три года алексей юрьевич добрый день привет интересная тема да ну вообще ко мне заходят темы отношений очень много ты мужчина почему-то ну да чему-то такая типа не на самом деле это это же не не тоже не но не удивительно давай по поводу трех лет да и и же книжка этого берби гера любовь живет три года и на самом деле я не знаю чем он руководствовался но ты как наша выпускница читала сечину и ты помнишь до несчастных рябчиков то что если человек любит есть рябчиков он любит есть этих жареных рябчиков раз в полгода ты его психические там рецепторы и рефлексы не притупятся и он будет каждые полгода получать удовольствие тряпчиков если этих рябчиков есть утром днем и вечером каждый день то через месяц от одного только запаха рябчиков тебя будет тошнить так возникает определенный негативные скажем так эффект от психического рефлекса это первое то есть чтобы вас не радовало этому придет конец увы и ах запрещенные препараты люди машины квартиры одежда вспомни там не за там купил это туфли и ботинки эти сумочку сначала и вем эмоции а потом она для тебя становится очень повседневный и ты лишь носить нечего еще полгода назад ты радовалась из этих туфель не могла выпрыгнуть а теперь у тебя нечего носить вот примерно так это можно описать с точки зрения рефлексов да то есть дуга она всегда имеет насыщение как и экономика пик и спад и отсутствие интереса что касается еще момента почему она живет три года потому что люди руководствуются хер знает чем только не головой отсюда пошло это искажение они называют любовью абсолютно далекие от отношений вещи и правильно перефразировать их фразу эмоции страсть живут около трех лет а то и меньше это я бы сказал три года это какие-то специфическая должна быть страсть это наверняка отношения должны быть на расстоянии если отношения на расстоянии там вы в разных городах там да тогда эти страсти и эмоции еще могут три года прожить но как только вас жопа к жопу прислонить очень быстро все ставится на свои места поэтому не любовь живет три года любовь на самом деле если ее понимать под человеческими отношениями двух людей она может жить вечно но покажу его люди да а вот эмоции страсти как шампанское и большинство людей воспринимают за любовь эмоции страсти мы это знаем с детского сада скучаем по человеку нам хочется его увидеть нам хочется что-то для него сделать эти бабочки в животе 1 секас какие-то вот ощущения с кем он с кем она мы думаем это ли любовь мы попали во власть иллюзии это не любовь это страсти и это эмоции это люди которые попали в отцовский или материнский перенос и мы встретили парни который наконец-то решил вопрос девочки который не хватило папы и он такой заботливый внимательный и она закрывает этот гештальт с этой психологической потребности она называет это тоже любовью потом она идет на терапии или потом она без этот человек обесценивается и все это разрушается поэтому три года не живет не любовь три года за три года разрушаются страсти и если у человека в течение нескольких лет разрушилась значит это была страсть и как правило люди так и говорят мы встретились все было хорошо потом мы поженились и достаточно быстро как-то все увяло и вот я бы сказал знаешь как кристин что только спустя два-три года совместной жизни можно ответить на вопрос а что вы когда заканчиваются эмоции и когда заканчиваются страсти когда вот эти бабочки в животе под умирают чуть-чуть и начинается обычное человеческое существование тогда возникает вопрос про кто вы если ты со своим партнером смотрите одинаково в будущее если вы можете уважать друг друга если вы стараетесь усилить друг друга если вы про одни ценности одни книги вы понимаете что вам друг с другом удобней лучше и эффективней и нет смысла менять петю на васю васю на петю потому что вам и так хорошо и достаточно всего то это можно назвать уже отношениями они любовь и людям нужно бы стремиться к отношениям здоровым взрослым отношениям где ты в то же время сейчас скажу страшную вещь можешь быть без него вот если ты не скажешь лишь у меня есть классный мужик мы с ним читаем одни книги любим одни рестораны мы с ним классно проводим время у меня все нравится у меня нет вот этих уже детских эмоций он фундаментальный взрослый и я и нам классно это настоящий партнер никто больше особо не нужен что толку кого-то искать да но в то же время если его завтра переедет камаз я умею сама зарабатывать я могу сама развиваться я сама достаточно я знаю что я могу познакомиться с новым человеком я конечно его не забуду это прекрасный человек моей жизни но я не разрушусь вот тогда я скажу по ходу дела ты взрослый человек а когда начинается он единственный мой на которого я без которого не могу если он если у камаз переедет а не знаю как жить все это до свидания это это на терапию поэтому любовь не может жить три года три года это маркер который показывает о том что по ходу дела вы ошиблись и по ходу дела вам надо на терапию знаешь как они делают они руководствуются невротическими проблемами они руководствуются эмоциями и страстями сталкиваются с этим разрушаются и по этому же принципу выбирает следующего а потом следующего и следующую и они могут понять что происходит дачи не так-то что не так-то вроде а потому что страсти потребности незащищенность желание закрыть психологические дыры это не про любовь это про психологические в кавычках потребности любовь тогда когда ты с партнером полностью самостоятельно и вы как две самостоятельные единицы можете прекрасно взаимодействовать у вас даже могут быть дети и эту же семья где вы все равно все вместе взаимодействуете и вот эта любовь и это тоже стена к уважению к это тоже стена к родственникам это тоже стена к семье и наверное это про семью наверное это про родных это про близких они про я без петя не могу я думаю только опять и но нормальная женщина не может думать 24 часа петь и она думает о своей работе о своих обязанностях и своих делах и своих задачах петя в ее жизни это фундаментальной составляющей но она не бьется головой об кафель поэтому надо взрослеть но когда мужчины встречают такую женщину они как правило в смысле ты ты какая-то холодная смотри какие мужчины если мужчина ищет такой же контуженный мужчина ищет женщину оля затычку как маму которая будет о нем заботиться это материнская потребность то там тоже не про любовь и там тоже будет ревность потому что мама на кого-то посмотрела потому что мама сисью дала не тому на сисью нужно только мне есть мужчины которые будут сотни самоутверждаться за счет девушки есть мужчины которым девушка нужно чтобы статус свой показать это не про любовь люди в большинстве случаев да и так примерно процентов 80 85 люди с помощью друг друга отыгрывают свои травмы или отыгрывают какие-то свои психические перверзии потребности травматизацию называя это любовью вот он просто бритб же конченый нарцисс маньяк садист который рассказывает себе и всем что он влюбился в девушку на самом деле он просто с помощью нее отыгрывает свою наркотическую травму пытаясь ее разрушить и это не про любовь это про его патологии и таких 85 процентов людей только 15 процентов людей которые могут по-взрослому без всяких отыгрываний травм коммуницировать на равных при этом они должны быть настолько фундаментально самостоятельные взрослой личности что если их завтра разделить ничего с ними не случится уже большинство людей они спаиваются это не про любовь когда люди спаиваются вот этого знаешь воедино мы одно целое они называют это любовью когда знаешь вот эти две сер два сердечка вот этот но это же вот это мы одно целое когда мне говорят с разговорю господи чего же вас ждет впереди тоже когда ты с кем-то спаялась в одно целое все тебя ждет абонемент в невроте в клинику неврозов нельзя спаиваться в одно целое нельзя говорить что я без нельзя так функционировать иначе вас ждет катастрофа поэтому многие тут говорят а зачем тогда мы друг другу если девушка или мужчина но такой взрослый проработанный а может быть и незачем прикинь правда в том что может быть этим действительно взрослым самостоятельным людям может быть им и не надо так в этом и есть глобальная наебала вот понимаешь а государству надо чтобы мы размножались и эта демография этот мы сегодня с тобой уже об этом говорили до чем и не хотел говорить тогда есть понятие демографические задачи есть понятие правда правда в том что если люди будут проработаны если люди будут самостоятельно независимы и понимать что они хорошо себя чувствуют как и должны они будут выбирать коммуницировать не коммуницировать спариваться не спариваться в каком возрасте спариваться нужна ли им вообще день семья и дети или нет они будут выбирать не невротизации они будут выбирать по факту ситуации не факт что взрослого мужчине или взрослой женщине с точки зрения психики вообще в принципе нужна какая-то невротическая история не факт многим нужно и многие говорят да мне нужна семья я готов мне хочется я я я понимаю что я к этому пришла или пришел а кто-то может сказать вы знаете я понимаю что я к этому но это не сейчас не моё было знаю не хочу или что-то такое поэтому как я писал один раз в stories много из того что тебе сказали что у тебя должно быть вовсе не факт что должно поэтому друзья мои если вы в ком-то растворяетесь у вас проблем если вы без кого-то не можете у вас проблемы если вы чувствуете что если кто-то завтра вас покинет у вас проблем и ваша дорога к нашим выпускникам добро пожаловать ну допустим две взрослые личности встретились понятно страсть через нам какое-то время закончилась она пройдет но как быть в таком случае что допустим да все о все хорошо там вы партнер вот то да со взрослой точки зрения как мы сейчас обсуждали но страсть закончилась и как вот с этим быть допустим а ты знаешь что при этом вы друг друга очень цените вы оба не хотите расходиться да допустим что у вас все устраивает исключительно момент физиологический да как бы желание страсти похоть это все пропадает со временем тут когда он пони что называешь страстью потому что желание друг друг друга я понял у меня есть такое чувство что если встречаются вот так как ты говоришь взрослые проработанные независимые люди у них страсти не будет у них будут сексуальный интерес у них будет эмоциональный интерес но у них не будет вот той страсти когда люди теряют голову скорее у этих людей будет такое прагматичное понимание что по ходу делаем классно по ходу делаем прям вместе кайфово и по ходу делаем больше никто не нужен там не будет какой-то значит вот этой штучки там будет очень нормальная эмоциональная прагматичная история со словами слушай поход делал нам круто вместе но поход делал чё расставаться оставайся давай вместе что-то делать давай придумывать то есть это будет очень такая не сухая, а эмоциональная, взрослая, прагматическая история. Когда они потом сядут за бокалом Бургундского и скажут, слушай, давай, может, бэбика зафигачим? Ну, давай, а давай. То есть это будет очень взрослая, взвешенная позиция, без вот этого, а-а-а-а, да, ну, как бы вот, но не в то же время, а добрый вечер, Кристина, а я-то так подумал, а наши отношения дошли до определенного уровня доверия, когда мы можем перейти на новый этап нашего развития. Ты хочешь, блядь, бутылку вина, бабушку, бам, да? Нет, то есть тоже эмоции, тоже страсть, секс там, не знаю, в самолете, в такси, там, не знаю, в парке, да, какие-то детские штучки тоже полезли, но в то же время люди руководствуются все-таки здравым смыслом, и они понимают, что если завтра Кристину или Алексея все равно куда-то выпилить, они скажут, ну, блин, был классный парень, классная девчонка, да, но они не разрушатся. То есть эти страсти будут, но они не будут так захватывать человека, вот так захватывать прям вот это. Если кого-то что-то захватывает, значит, он куда-то попал. Он куда-то попал в какую-то болезненную потребность все-таки, и тут можно опять спутать. Когда мы видим человека с точки зрения какой-то потребности, мы не видим его. Но у нас сужается зрение, Кристина закрыла, значит, потребность там какую-то психологическую или сексуальную. Я не вижу больше Кристины. Я вижу только ее сосок, но не в смысле сейчас, а в смысле вот как потребность, да, я вижу только ее сосок, а саму Кристину я не вижу. Или многие мужики видят только вагину, видят только красивый архетип брюнетки или блондинки, которая сидит рядом с ним в машине. Вот у него был такой архетип, понимаешь, он успешный, сука, чувак, если у него рядом блондинка или брюнетка. Или если с ним такая умная, вся такая растакая девушка, то он типа тоже умный. Если человек видит в человеке только архетип, который надо посадить рядом, он не видит человека, он не видит Кристину, он видит архетип. Ну, таких большинство. Таких большинство, потому что это отвечает на вопрос, откуда столько разводов, откуда столько измен, откуда столько всего того, чем переполнен, сука, наш YouTube. Как же, блядь, боже, боже, почему мужчины изменяют и весь YouTube? Ой, давайте это обсудим. Да, блядь, сука, надо просто правде в глаза посмотреть и все. Согласна. Спасибо большое, что ответили на вопрос. Спасибо тебе.